Здравствуйте! В эфире телеканал Алматы. Дневной выпуск новостей в студии Дина Жанобекова и моя коллега Булбул Халнурхаза. А сейчас коротко о главном к этому часу. Крушение самолета на Камчатке. Два человека погибли. Что стало причиной авиакатастрофы? В нем находилось два члена экипажа по предварительной информации от МЧС. Поймались по личным в Алматы и задержали пару наркозакладчиков. Что говорят задержанные? За что задержан? За то, что в сумке лежит. Что у вас там лежит? Наркотик. Какой? Скорость. Ставят ли колеса на уже готовые машины отечественные производители или все-таки создают сами? Расскажу вам я, Дамир Анитов. Касымжумар Тукаев прибыл с рабочим визитом в Казань. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. В рамках визита он посетил местные достопримечательности и встретился с главой Татарстана. Президент также ознакомился с работой крупных промышленных предприятий, таких как КамАЗ и Танека. А накануне в Москве Касымжумар Тукаев провел деловую встречу с Владимиром Путиным и обсудил ряд вопросов. Подробнее о результатах официального визита главы государства Рустам Аралбаев. Во время официального визита глава государства провел переговоры с президентом России. Лидеры стран обсудили дальнейшее сотрудничество и меры укрепления дружеских отношений. Касымжумар Тукаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Москву и особо отметил плодотворность этой встречи. Действительно, переговоры были очень насыщенными, я бы сказал интересными. Я хотел бы, пользуясь возможностью, выразить свое удовлетворение тем, как прошли эти переговоры. Нынешний год является знаковым для наших государств. Мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами. За это время, опираясь на крепкие узы дружбы, общность истории, ментальную близость наших народов, мы выстроили действительно образцовое межгосударственное сотрудничество. В свою очередь Владимир Путин отметил, что высоко ценят надежные и взаимоуважительные отношения между Казахстаном и Россией. Он подчеркнул, что для дальнейшего развития традиционной дружбы между странами есть все объективные условия. Россия и Казахстан – ключевые экономические партнеры. Даже в условиях неотступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растет. Причем растет устойчивыми темпами и по итогам прошлого года достиг 25,6 миллиарда долларов. По итогам встречи лидеры стран подписали соглашение о совместной подготовке профессиональных кадров в сферах образования, цифровизации, космической промышленности и атомной энергетики. Лидеры обеих стран твердо намерены и дальше продолжать взаимовыгодное сотрудничество. Рустам Аралбаев, Асалбек Тойбек, Ринат Утеев, телеканал Алматы. Снос аварийных зданий, налаживание вопросов садоводческих обществ и постройка новых школ и поликлиник. Такие поручения дала Аким Алматы Ербулат Досаев во время своего рабочего объезда на Урусбайском районе. Глава мегаполиса побывал в разных микрорайонах района и оценил проводимые работы. Айдан Анураш расскажет подробнее. Первый пункт назначения Акима – фильтровальная станция Каргалы. Строительство объекта планируют завершить до июля этого года. Благодаря водозаборному сооружению, качественной питьевой водой будут обеспечены больше 40 тысяч местных жителей. Это здание горизонтального отстойника. Получается, вода по трубам заходит сюда, здесь три резервуара. В микрорайоне Карагайлы рассматривается вопрос строительства социального дома для многодетных матерей. Объект планируют возвести на месте аварийного здания врачебной амбулатории, который еще четыре года назад признали сейсмоопасным. А в микрорайоне Абай сейчас строят новую школу. Свои двери образовательное учреждение откроют в следующем учебном году. Всего до конца 22-го в районе появится семь школ более чем на 8 тысяч мест и пять детских садов на тысячи детей. В районе остро стоит вопрос садоводческих обществ. По словам Ербулата Дусаева, необходимо внести в новый проект неучтенные улицы садоводческих обществ, чтобы подключить их к сетям водопровода и канализации микрорайона Ахжар и Тастабулак. В последнем, к слову, планируют заасфальтировать 4,5 тысячи километров дорог. А потом сделать дорогу такую, какая она была, потому что дорога была идеальная. В ходе объезда глава мегаполиса проверил статус пробивки улицы Толиби и проспекта Абая. Аким отметил, что нужно ускорить процесс процедуры выкупа земельных участков и начать работу над проектом до 2023 года. Кроме того, был рассмотрен вопрос по проектированию метрополитена до административного центра Наур-Избайского района. Более 45 тысяч автомобилей отечественной сборки поставит на казахстанские и зарубежные рынки алматинское предприятие. Заказы на доставку корейских иномарок уже поступают. Об этом заявил генеральный директор компании «Астана Моторс» Бекнур Несипаев. По его словам, в планах также производство комплектующих, которые сейчас завозят из других стран. Дамир Анитов отправился на завод и лично понаблюдал за процессом сборочных работ. Экскурсия по заводу началась с самого важного – склада компонентов. В этом помещении хранятся комплектующие, привезенные из России, Индии и Китая. Представьте только, одна автомашина состоит из двух тысяч деталей. Само транспортное средство создается в этом сварочном цехе. «Такое ощущение, будто нахожусь в Корее. Но нет, уважаемые телезрители, это все еще Алматы. Этот суперсовременный завод с новейшей технологией расположен в индустриальной зоне. И да, здесь действительно создают неплохие автомобили. Сейчас я нахожусь в цехе сварки, где производят кузов или, как называют его сами сотрудники, полуфабрикаты. Кстати, а вы знали, чтобы создать машину от нуля до ста процентов, необходимо всего три дня? Поразительно». Мощность у завода тоже на уровне. Только в прошлом году предприятие выпустило 26 тысяч единиц транспортных средств. В этом году объем производства планируют увеличить почти вдвое. Около 10 тысяч отправятся на экспорт. А вот большая часть предназначена для казахстанского рынка. Стало быть, вопреки мнению большинства, в Алматы собирают авто не только для местного, но и для зарубежного рынка. «Очень много муссируется разного рода заявлений. Вот мы сейчас находимся на заводе, который мы начали строить в апреле 2019 года. Завершили мы в октябре 2020 года. Здесь сейчас производится модель Hyundai Accent методом мелкоузлового производства. И буквально в феврале мы ожидаем приезд инженеров с Hyundai Motor Company для того, чтобы начать монтаж оборудования для освоения второй модели. Это Hyundai Tucson. В 2021 году 4,5 тысячи автомобилей в экспорт мы уже поставили. Это Республика Узбекистан и Республика Беларусь. Буквально недавно мы подписали соглашение с Республикой Кыргызстан. Как сообщили нам руководители филиала, в ближайшие годы этот завод начнет выпускать сами компоненты для машин. Сейчас ведутся переговоры с головным офисом. А это значит, что в сфере казахстанского автопрома будет значительный прорыв. Дамир Анитов, Сангали Мугайпасов, телеканал Алматы. Продолжаем выпуск. Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 на Камчатке в России. Авиакатастрофа произошла сегодня днем в пяти километрах от дороги близ поселка Коряки Елизовского района. После падения воздушное судно загорелось. На борту находились два члена экипажа. По данным МЧС, частный легкомоторный самолет перевозил груз в село Темплат. Причины и обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают спасатели и пожарные, которые тушат загоревшийся самолет. Отметим, эта авиакатастрофа стала пятой на Камчатке за неполные 10 месяцев. В нем находилось два члена экипажа. По предварительной информации от МЧС, они погибли при падении самолета и пожаре. Сейчас спасатели уже прибыли на место, производят осмотр самолета, будут делаться выводы о причинах катастрофы. Силы воздушной обороны Казахстана показали боевую готовность на плановых учениях, которые прошли на территории Карагандинской авиационной базы. В ходе дневных и ночных полетов летные экипажи, инженерно-технический состав и подразделения обеспечения совершенствовали уровень профессионального мастерства. Летчики на современных многоцелевых истребителях Су-30СМ отработали технику пилотирования, воздушную навигацию на малых и больших высотах, взлет и посадку по приборам в ночное время, пролет над взлетно-посадочной полосой с уходом на второй круг. Вместе с тем отработана единая методика обучения летного состава, взаимодействия экипажей в полете и подготовка молодых командиров экипажей в качестве инструкторов. Руководил полетами главнокомандующий силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Ормамбетов. Следующие полеты планируется провести в сложных метеоусловиях. В Алматы задержали очередных наркозакладчиков. Во время патрулирования полицейские заметили в микрорайоне Сайран сомнительных мужчину и женщину. Пара неспешно бродила по пустырю, чем и вызвала подозрения. При проверке задержанная сразу призналась, что имеет при себе наркотики. Подозреваемая призналась, что наркотики она попробовала первый раз около месяца назад и пристрастилась. Приобретала их через интернет-магазин и решила этим зарабатывать. А вот канал поставки наркотиков должно установить дальнейшее расследование, отметили в департаменте полиции. Атрауские полицейские задержали двух мужчин, которые вышли на охоту с незарегистрированным ружьем. Ими оказались жители села Сага с 32 и 25 лет. В ходе осмотра помимо охотничьего оружия у них обнаружили 10 штук пороха и тушу степного зайца. По словам задержанных, они осознанно вышли на охоту, зная, что на оружие нет необходимых документов. На охотников стражи порядка составили административный протокол по 382-й статье. За нарушение требований пользования животным миром или правил охоты. Оружие изъяли. Назначена экспертиза. Всемирная организация здравоохранения просит поддержки для беднейших регионов мира. На фоне стабилизации эпидситуации в странах с большим количеством вакцинированных, ВОЗ призывает помочь тем государствам, где привитых крайне мало. Эксперты предлагают помочь им антиковидными препаратами для лечения коронавируса. Тем временем Европа учится сосуществовать с ковидом. Следом за Францией, Италией, Испанией, Венгрией карантинные ограничения ослабляет и Чехия. Там, например, жителям теперь не нужно показывать справку о вакцинации, задерживаясь при входе в заведение. Тем временем суточная заболеваемость коронавирусом снизилась в Казахстане. Около 2,5 тысяч соотечественников заболели ковидом за минувшие сутки. Чуть больше 500 человек инфицированы в Алматы. В североказахстанской и Карагандинской областях по 200 новых случаев, а в остальных регионах еще меньше. Тем временем красная зона в стране не уменьшается. Столица Алматы и шесть регионов продолжают находиться в опасном сегменте. Уважаемые телезрители, на этом все. Не пропустите вечерний выпуск новостей в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!